Виталий, приветствую тебя! Очередная неделя, старт, собственно, ее понедельник. Мы с тобой снова обсуждаем технические и фундаментальные возможности. В общем, говорим о рынке, подсвечиваем идеи, где можно заработать краткосрочно, средне и долгосрочно. Вы выбираете, опять же, на какие дистанции вы готовы следовать, с какими рисками и так далее. Мы, конечно же, безусловно до конца не можем знать, как себя рынки поведут, это невозможно. Но с учетом, опять же, опыта в теханализе, в фундаментальном фоне, стараемся прогнозировать наиболее вероятные движения по разным сегментам финансовых рынков. Это касательно рынка нефти, рынка золота, валютных активов и так далее. Давайте начнем с меня, с демонстрации экрана. Сейчас приду. Показываю рабочего стола. Так. В прошлый раз, в прошлую среду, я рекомендовал сделку по продаже европейской валюты. Тогда, во время эфира, пара котировалась в районе 1,0520 и стоп-лост был по сделке 0,570. К сожалению, она была закрыта по стоп-лост, потому что недооценил я потенциал коррекции по индексу американской валюты, индексу доллара США, который, собственно, ушел вниз с максимумом 105 пунктов от до текущих значений, где он котируется на данный момент времени. Соответственно, пара евро-доллар, которая коррелирует с индексом американской валюты, демонстрирует обратную динамику всегда. Сегодня я новых сделок давать по европейской валюте не буду, но в целом хочу отметить, что я, наверное, один из тех трейдеров, кто отнес себя к лагерю продавцов, медведей и тех, кто ждет более низкие ценовые значения. У меня давно такая субъективная цель, я ранее ее комментировал по паре евро-доллара, это уровень 1,0320 и 1,0350. Вот хочу, чтобы пара евро-доллар пришла к этому значению, потому что тогда будет уже интересно спекулировать на тему того, а будет ли политик следует или нет. Я негативно смотрю на перспективу европейской валюты в свете текущей экономической ситуации в еврозоне из-за стокфляции, из-за 100% риска, который реализуется, относительно роста инфляции. И думаю, что общий показатель инфляции в еврозоне может оказаться так же, как и в Англии, на двухзначных уровнях значения. То есть это будет галлопирующая инфляция. Кстати, когда мы с тобой в прошлый раз обсуждали рынки, мы как раз ждали отчет по инфляции. Это было в среду в Англии. Она вышла и 9%. Соответственно, 1% и вот, пожалуйста, галлопирующая инфляция, которая оказалась бы абсолютно немыслимой для развитых стран какого формата, как Англия. Но сейчас времена такие непростые. Учитывая, что очень много факторов от логистики, цепочек подставок до высоких цен на энергоносители, остаются мощные силы, разгоняющие инфляцию, я думаю, что в итоге и в еврозоне мы тоже скоро увидим новые пиковые значения по уровню потребительских цен, что еще больше повысит вероятность вот этой стокфляции. Стокфляция, напоминаю, это замедление экономического роста на фоне повышенной инфляции. Короче, для долгосрочных ориентированных трейдеров, если, друзья, готовы рисковать, если готовы ждать разворота по индексу доллара, сидя в коротких позициях по евро, я вас поддерживаю. Но для краткосрочных трейдеров пока что какой-то уровень посвятить не могу, чтобы продать евро. Что касается рынка нефти, рост в целом позиционно продолжается. 111 долларов за баррель сейчас, я жду, как и раньше, 120 долларов за баррель. Причем я свою идею устраиваю на трех факторах поддержки для рынка нефти. Это смягчение ковидных ограничений в Китае, ожидание восстановления экономической активности и более высокий спрос на углевую дорогу. Второй фактор – это запасы нефти и нефтепродуктов США, которые сокращаются на фоне даже продажи статистических резервов, что также указывает на высокие показатели спроса непосредственно в американской экономике. Но так уж принято, что именно по спросу на нефть и нефтепродукты в Китае и в США можно судить в целом о спросе на нефть и нефтепродукты. И третий фактор, по-моему, в прошлый раз я также упоминал, это вот саммит ЕС, который состоится в конце этого месяца, на котором могут быть расширены санкции против российской экономики и вплоть до вот этого аналитического эмбарго. Да, сейчас есть страны, которые против, которые сопротивляются, учитывая их чрезмерную зависимость от поставок российских углеводородов. Но в конечном счете, мне кажется, что решение об эмбарго, оно будет рано или поздно принято и ненагласно всеми 27 странами Европейского Союза. Оно вступит в силу и для глобального рынка нефти. Во-первых, во-вторых, и в-третьих, реализация вот этого риска – это, конечно же, сразу же значительная угроза для мирового рынка предложения, потому что поставки нефти из России, они не маленькие, и они значимы для всего мирового рынка. И я оцениваю, опять же, дефицит, который может образоваться больше, чем 3-3,5 миллиона баррелей, что, на мой взгляд, более чем достаточное условие для того, чтобы цены на нефть продолжили расти и обновлять локальные максимумы. Ну и сам факт того, что бренд WTI остается все-таки на высоких значениях, это подтверждает тот факт, что на рынке достаточно сильные покупатели, которые также ждут реализации вот этого риска, который может произойти уже совсем скоро. Так, золото также рассматривал в прошлый раз. Тогда золото шортил на основании того, что верил в восстановление позиций доллара и рост доходности трежерис. Но подходка к коррекции продолжается. Золото тоже воспользовалось этим затишьем по бычьей динамике американской валюты и порвалось вверх. Текущие котировки – 1852. Соответственно, сделка в университете тоже была закрыта по стоп-лоссу. В отношении золота сейчас я немного пересмотрел свою точку зрения краткосрочно. И несмотря на то, что сейчас прям нет таких убедительных факторов, на основании которых можно было бы либо купить, либо продать, я предлагаю посмотреть на текущие показатели индекса выночных настроений Кайман, которые, опять же, как индикатор указывает на то, что потенциал роста еще сохраняется. И в качестве сделки могу предложить, собственно, бай-стоп с уровня 1857, стоп-лосс 1845 и тэк-профит 1890. И еще одна сделка – это доллар-канадец. Сейчас котировки 1.2788. Шартид с текущих уровней с целями 1.2650 и стоп-лоссом 1.2850. Почему я верю в укрепление канадского доллара? Потому что верю в Роснефти. И напомню, что на прошлой неделе был очень сильный отсчет по инфляции, который повысил вероятность роста ставки в Канаде. И в этот четверг еще выйдут данные по роничным подажам в Канаде, которые, по прогнозам, не разочаруют, а станут еще одним фактором поддержки для канадской валюты. Короче, здесь тоже пока что локально не в пользу доллара ставка, а в пользу именно канадского конкурента. Виталий, слава тебе. Верно рабочий стол уже? Так, рублю в конце вернемся. Начнем с прошлой недели. Итак, всех приветствую. Давайте пройдемся по старым идеям. И дам везде по новым идеям. Итак, евро-доллар. В прошлый раз идея, в принципе, себя неплохо отработала. Какие последние, скажем, идеи, которые я давал в текущем месяце. В прошлый раз я давал buy limit в районе 1.04.90, если не ошибаюсь. Мы, в принципе, к нему неплохо в понедельник, точнее, в среду прошлую добили. Чуть даже ниже. До стопоса не дошли, потому что он был где-то в районе 1.04.20. За вот этот минимум этого пробойного бара. Локальные цели мы выполнили. Так неплохо толкнулись на одну фигуру вверх. Что дальше будет? Будет ли продолжение какой-то коррекции более глубокой или нет? Все это время покажет. Есть какие-то признаки этому всему. Поэтому, если кто раньше покупал евро-доллар, возможно, часть закрыть, дальше поставить без убыток и, возможно, данная коррекция затягивается. Секущий стоит ли покупать? Кто раньше не покупал? Сложно сказать, потому что мы сейчас находимся возле такого уровня сопротивления, уровня 1.06. Это что-то напоминает предыдущее движение, которое было в марте текущего года, когда тоже пытались сделать более глубокую коррекцию, но попытки в районе 11, плюс-минус 50 никак не получилось. Его получили новые минимумы. По поводу тех моментов, которые ты озвучил долгосрочных по евро-доллару, я с тобой согласен, мы туда дойдем, вопрос когда, и, возможно, и ниже, я думаю, будет, потому что текущие цены мы находили в уровне 1.04 минимум был, до паритета 400 пунктов, я думаю, что мы там и нормально 1.09 как минимум покажем. Поэтому на текущие новые сделки сложно сказать, если рынок откатит еще раз, скажем, в район 1.04.70, вот здесь можно будет пробовать еще раз купить, со стоп-лоссом примерно 50 пунктов, то есть через бай-лимит. С текущих на пробой возможно попробовать, но с очень коротким стоп-лоссом, то есть это получается у нас текущий 1.06, стоп-лосс за пятничный минимум, это в уровне 1.05.15, допустим. Но это достаточно рискованная сделка, потому что на хаю локального тренда. Дальше, что у нас еще было по нефти. В прошлый раз давал две точки для входа в шорт. Первая точка – это мы находились в среду в районе 113, я говорил шортить со стоп-лоссом за вот этот максимум, который был локальный 116. В принципе, мы неплохо падали, но, скажем, как видим, дальше цену снова откупает. Может быть такой второй вариант, о котором я говорил, ставить лимитку или лучше даже не лимитку, а по факту уже смотреть, что мы будем делать в районе 119-120. Я думаю, что, возможно, мы сюда дойдем. И дальше глобальные цели вниз, в районе 97 и 80. По поводу тех моментов, которые ты сказал, причина роста, да, локально возможно получится из-за вот этих моментов санкций, там, эмбарго и так далее. Ну, скажем, эта нефть, она если не пойдет на европейский рынок, то она пойдет по каким-то другим источникам в другие страны, потому что должно это все замениться, скажем, найдут своих покупателей. Конечно, с дисконтом сильным, ну, как-то вот так. Смотрел только что цены, даже если смотреть, цены российских сортов Юрлс, да, они торгуются на текущий момент по 85 долларов за бар. То есть по сравнению с этим, это 25 долларов, это практически, да, где-то 30 процентов так и есть. А если будет падать, получается, бренд или лайт, там, более низко, да, то, получается, и Юрлс тоже будет хорошо так падать на процентов 30-50. Поэтому на текущий момент, кто ранее шаркал по 100, по 13, где-то примерно мы там находились, мы, в принципе, там, практически 7 долларов падали, достаточно неплохо, но на текущей волатильности это такое интро-дневное движение, да, небольшое. Есть вариант, в принципе, я так на процентов 60-70 с тобой согласен, что все равно как-то откупили ее, и, возможно, все-таки будет второй сценарий, что мы будем тестировать 119. Поэтому рискованно даже можно с тобой соглашусь ее прикупить со стоп-лоссом, конечно, здесь тоже такая волатильность, где-то за, получается, минимум четверга, и посмотреть. Возможно, пониже, там, минимум на пятницу, в районе 107, потому что могут и сорвать, и тот вариант второй, второго варианта не будет, что мы пойдем по 120, и у них два достигущих варианта, потому что есть такой вариант. Дальше. Золото. По золоту аналогично, очень красиво сработало, как и по евро-доллару покупка. Был паттерн неплохой. В прошлый раз я говорил, что здесь свечной паттерн был, это такой пин-бар, молот, точнее, в районе 1812, я говорил о покупках, мы какие-то локальные цели сделали, в районе 1850, здесь уровень сопротивления, поет ли золото с текущих на этот долгожданный рост, о котором я говорил, или мы можем еще долго-долго болтаться. Как я уже сказал в прошлый раз, чтобы поймать какое-то среднесрочное движение на полгода, на год, вверх или вниз, условно, то можно очень много времени потратить и получить много безубытков, много стоп-клоссов и так далее. Но обязательно соблюдать риски, потому что рынок может пойти не по сценарию и потерять позитив. Поэтому дальше, кто купил раньше, обязательно часть закрыть, без убыток, текущие сделки на вот этих максимумах, это что-то похожее, как евро-доллар. Аналогичная картинка. С текущих покупать, ну, очень рискованно на дальнейшее движение, потому что здесь может быть в любой момент какая-то коррекция и, в принципе, возможно, лучше вот тот сценарий, о котором ты говорил, где-то вот кремиточку, там, в районе 1800, 40 или 1835 поставить вот таким образом. Дальше, что касается биткоина. Биткоин и S&P500 у меня были практически, скажем, идентичные идеи. Я ставил на пробой, мы пока к этому моменту не дошли. То есть я ставил по биткоину на уровне 31,500, если я не ошибаюсь, бай-стоп на пробой. Мы к нему не подошли, со своими учениками я по другому сценарию работал, не пробой, а отбой в уровне поддержки 28,700. Будет ли это тот долгожданный рост таких криптоэнтузиастов, криптоэнгалистов, которые, скажем, уже вот как мне нравится, когда там биткоин по 60, по 70 тысяч, весь фейсбук, ну там условно я отслеживаю, все говорят о биткоинде. Начиная от трейдеров, таких публичных аналитиков, заканчивая, скажем, просто каждым знакомым моим другом по фейсбуку, который там ставит прогнозы на 100 тысяч, на миллион и так далее. Когда биткоин падает прилично на 50-70 процентов или другие там лопаются по полной программе, тихо, все, только некоторые там комментарии, поэтому вот так работает рынок, то есть психология вот есть, я уже говорил, есть несколько видов анализа, которые, скажем, могут помогать прогнозировать рынок. Я считаю, это определенный паттерны на рынках, первый, потом второй, это циклы, циклы падения и снижения, но это тоже нужно отслеживать в несрочной до срочной перспективе, понимать это все. Ну и сантимент на рынке, тот же самый сантимент, которым компания Маркетт предоставляет, он, скажем, что-то имеет общее, поэтому все в эфире по какому-то инструменту нужно с него обязательно избавляться по чуть-чуть и подтягивать хотя бы стопло ниже, ну, выше или ниже, в зависимости, в какую сторону его сидит. То же самое с акциями, да, согласен. Да, американский рынок, тот же рынок, российский рынок, который там строили, допустим, если взять статистику, то за последние два года на финансовые рынки пришло очень много клиентов, которые строили пенсионный портфель с акцией, ленивый портфель, портфель для родителей, для бабушки, для дедушки. Смотришь на индекс российских акций, то есть американский упал там на 15-20%, но российский там посылал на 50-70%. Это нужно очень аккуратно, лучше закупаться на каких-то сильных проливах, нежели на эйфории, потому что она может закончиться. Что касается биткоина, дальше, ну, здесь спекулятивно, возможно, будет, ставлю ремитку там же, 3500, с туплосом 1000 долларов, 30-40. Посмотрим, пробьет ли он вот эти максимумы локальные, потому что, в принципе, у него есть какие-то есть еще куда достаточно сильно падать. СМП 500, аналогично, в прошлый раз я выставил пай стоп 41-50, но туда не добили, а посетами, так как мы находились ниже уровня, я рассчитывал, что на возможный пробой данного уровня, с текущих, что можно сказать по СМП 500, тоже такая достаточно сложная ситуация, мы пока держим какие-то локальные минимумы, здесь есть два варианта, спекулятивный, это очень спекулятивный, если кто-то желает словить какое-то дно, возможность с текущих купить это 39-40, со стоп лоссом 38-30, условно, и альтернатива выставить обязательно селл-стоп на пробой уровня 38-55, здесь нужно, ну, это, скажем, я так на опережение ставлю, здесь уже нужно по факту, как мы снова к этому уровню подойдем, и, возможно, мы его дальше будем пробивать и уходить ниже, то есть вопрос заключается в чем, что это сейчас по СМП 500, это коррекция, она закончилась или она еще может протриться, потому что если взять вот это движение, которое было в начале 2020 года, с апреля, условно, март-апрель, да, вот минимум, которое было 2000, условно, 0-0, то есть мы скорректировались на сколько, где-то на процентов, на 40 процентов, ну, можно просто фибоначи простоем натягиваем и смотрим, то есть ровно 30, смотри, вот по фибоначи, это для тех, кто не верит, что фибоначи не работает, то есть вот если вот ровно мы 30, а, нет, правильно ты сказал, 40 процентов, да, то есть это я беру 38 фиба, то есть тройку взял как основу, правильно, 40 процентов, да, то есть мы ровно подошли к фибо-уровню, если мы его сейчас не удержим, а будем пробивать, то следующая остановка в районе там 3, 3,500, дальше 3,200, то есть вот такие, это при условии, что это коррекция, и мы пойдем на новый максимум, то есть здесь нужно все время обязательно со стоп-лосами работать, потому что может быть такое, что мы развернули это, ну, как-то вот так, еще хотел комментарий, вот там иногда в нашем подвидео есть вопрос, такой неполноценный вопрос, что делать с долларом, то есть с каким долларом, с индексом доллара, по отношению к евро, к фунту или к канадскому доллару, или к рублю, спрашивают, потому что есть доллар, рубль, сейчас он где-то потерялся, хотел комментарий дать, да, вот, доллар, рубль, есть так обычно как, когда доллар, рубль торговался в пределах 70, ну, там, до нового года, так сказать, все сидели там, ну, не все, там, часть рубля, кто-то в долларах, и все, ну, куплю доллар там попозже, и покупали, когда он уже там был 100, 120 и так далее, сейчас видим, что ЦБ, ну, это, скажем, такой сейчас неликвидный рынок, доллар, рубль, практически он регулируется государством по программе, видно даже там на часовиках, что там практически нет ликвидности, и ЦБ уже начал чесать, скажем так, чесаться по поводу сильного укрепления рубля, потому что мы знаем, что есть и на рынке игроки, как экспортеры, импортеры, для кого-то иногда сильная валюта выгодна, для кого-то иногда сильная валюта невыгодна, допустим, и для некоторых сейчас эта валюта невыгодна сильно, и ЦБ уже начал делать такие заявления, что он будет уже вмешиваться в обратную сторону, то он вмешивался в то, чтобы рубль не так сильно просел, то есть максимум показали где-то 150, чтобы он не ушел 250, то есть он начал регулировать, закручивая лехайки, сейчас уже пошли заявления обратные, и мы сейчас практически в районе 60, достаточно сильный уровень поддержки, мы его пробили, и пытались вернуться выше, поэтому есть такой момент, что отсюда где-то рубль возможно будет показывать ослабление. Будем корректировать вот это движение, которое у нас было, у нас есть тренди, в принципе очень классический треугольчик нарисался, и с него я думаю можно работать на ослабление, то есть покупать доллары или в терминале, или в обменном пункте, по-разному, но не стоит сейчас избавляться от долларов, думая, что мы пойдем на 30-20. Спасибо, Виталий, за такой обширный анализ, буквально по всем сегментам ты пробежался и инструментам. Супер, конечно же. Следим, давай тогда в среду снова подведем итоги, посмотрим, где там финансовые активы будут. Полностью согласен с тобой по фондовому рынку, по рынку криптовалют, по рублю тоже. Действительно, сейчас, конечно же, возникает у многих паника и такое желание, а что будет, если это падение продолжится? Может быть, сейчас как раз и стоит перейти в рубли обратно из валют? Ну, как правило, когда такие желания возникают, это и доказывает тот факт, что это мнение толпы, это мнение большинства, которое, как правило, принимает неверное решение. Сейчас, конечно же, как говорят, дергаться не стоит. Нужно ждать. Тот же самый по S&P 500 сейчас ноги в памятнике. Таких овалов, ну, ты сам знаешь, я рассказывал эти истории, когда трейдеры, ну, по Фейсбуку я вижу, когда S&P сегодня не вырос, он один день скорректировался, они уже начинают возмущаться. А сейчас уже, то есть, мы падаем 15-20% по S&P 500, некоторые акции там, еще там ушли крутой пике вниз, и сейчас достаточно такой сантимент на рынке негативный и это возможно подталкивает к тому, что где-то, где-то, возможно, дно по S&P 500 рынок должен на позитиве разворачиваться. Поэтому где-то должны немножко снять стаблос вот этих шахтистов. Да, согласен. Ну что, Виталий, тогда еще раз большое тебе спасибо. Тогда до скорой встречи в среду. Увидимся и снова все обсудим. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok